Ребятки, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь. И мы все вместе собрались и едем к ребяткам, с которыми мы познакомились в Крыму. Мы тогда стояли несколько дней на западе Крыма, в Оленевке. Они были нашими соседями. Мы так пообщались, дружились, классно проводили время. И когда мы уезжали из Оленевки, мы им оставили удлинитель и свет, такой LED-прожектор, чтобы у них было освещение в лагере. Все, ребятки остались отдыхать, к ним приехали еще друзья с Питера, а мы на закате выдвигаемся домой, в Краснодар. Вот, но заодно, как говорится, едем забрать все это дело, так как они когда ехали с Крыма, они хотели с нами увидеться, но почему они не заехали к нам? А, да, мы заболели, короче, и вот, да, они поехали мимо. А теперь наша очередь ехать к ним. Живут они недалеко от Раменского, то есть от нас это ехать прилично, от Подольска это порядка 100 километров. Если ехать по Скоростной, как она там, Скат называется, это 120 или даже 130 километров, вот, а через Макаты где-то 90. Ехать 2 часа. Ну, покажу вам дорогу, посмотрим, как, может быть, изменил самокат, вот, давно не ездили там. Вот, они живут, кстати, сейчас в таунхаусе, по-моему, они его снимают, вот, ну, покажем вам загородную жизнь в таунхаусе. Я вот сколько выпусков делаю из Подольска, постоянно говорю, что вот этот круг очень опасный, здесь всегда машины бьются, вот, видите, паровозик догнали друг друга. Ну, и, конечно, перед каждой поездкой мы заезжаем и кормим нашего быка. Все, едем дальше. Вот здесь вот перед Мкадом такая застройка мощная, вообще, столько новостроек построили. Крут с этой стороны тоже. Вообще, как и куру растают в домах. Вот еще ближе к Мкаду новый жилой комплекс Южная Бица. А мы подъезжаем к Камкаду уже, видите, сейчас будем отворачивать на восток, в сторону Каширы, перестраиваемся. Так, что здесь, смотрите, дыни и арбузы еще продают, интересно, за сколько. В Краснодаре, когда мы уезжали, были уже 5 рублей, а здесь, а здесь, а здесь нет цены. Если вы подъедете, вас, как говорится, считают, на какой вы машине и скажут цену. Ненавижу, когда нет цены вообще, вот прям ненавижу. О, да, опасный пешеходный переход вот здесь вот. Тут тоже очень часто догоняют, потому что люди хлопцы, вскакивают резко в тормоз, и вот такая вот штука происходит. Ну что, вот мы и на Мкаде съехали. Так, и здесь, походу, сразу сейчас будет у нас небольшая пробка, потому что там ведутся работы строительные. А вот, когда люди приезжают в Москву, видите, вот эти трубы, которые делают в Москве облака Бирюлева. Ну вот, собственно, из-за чего пробка возле Вегаса торгового центра. Вот такие дорожные работы. Ну тоже, причем, в эту сторону Мкада вообще постоянно копают. Постоянно что-то тут делают, и вот вечно, вечно пробка. Мы простояли в пробке, это минут, наверное, 30, может, даже чуть-чуть побольше. Торговый центр Вегас, к вашему вниманию. Здесь колесо обозрения, след, которое функционирует. Внутри сделано все, как будто вы приезжаете в Вегас, короче. Ну и плюс здесь еще и строительные магазины типа Лерва, твой дом. А вот, кстати, рынок Южные Ворота, где многие покупают оптом, чтобы потом поставлять на Вайлдверис, на Озон. А что дальше будет, садовод, тоже покажу. Прекрасная, блин, натечкая река Москва. Рожавый мост. Раньше его хоть красили, сейчас что-то вообще забили на него. Вот так, а вот он рынок-садовод, причем он так сейчас мощно расстраивается, там строят нору и корпуса. А тут сразу по соседству мега-белая дача. Чизбургер. Я говорю, воду, в детские наборы воду. И картошку по-деревенски. И чай, и чай зеленый еще, пожалуйста. Просто прикол, вот это мне наложили тут, короче. Вот, обожаю Бургер Кинз за то, что здесь еще можно рассчитаться бонусами. Спасибо. И вот мы поели, короче, на 1 рубль. На 1 рубль, на 1 монетку. Артем спрашивает, 1 рубль это сколько, это 1000? Я говорю, нет, Артем, реально на 1 монетку прям поели. Вот так вот. Пацанам, как всегда, типа, хэппи милы, джуниор обед. Держите чикс. Настеньке там чай зеленый и картошку. И 2 чизбургера. Коль в гости едем, надо заехать, конечно, купить тортик. Поэтому вот сейчас сбежал в магазин, все что-нибудь вкусненькое присмотрю и возьму. Ух ты, смотрите, какие игрушки классные им попались. Типа нерф, пистолет типа, который стражает. Слушайте, ну здорово. Держи, торт купил. И еще. Настолько клевые сейчас в Бургер Кинге игрушки нерфы. Вот, поэтому мы решили Вовку тоже взять такой пистолет, чтобы они втроем сейчас не скучали, а играли в них. Мы заехали в Мраминский район, посмотреть, какая здесь красота начинается. Деревья, слитокор вот этот разноцветный, прекрасный. Егодь нам осталось всего лишь 15 минут. И будем друг друга приветствовать. Так, ну что, все, мы прям еще подъехали. Вот они, лидеют Станхаусы уже. Вот так вот, видите, открывается шланг-баум. Все потому, что на меня уже заказан пропуск. Вот так вот. Ну что, мы выходим. Есть такая интересная территория. И нас встречает. Я хотел сказать «княгиня», потом понял, что «ягиня». А, да-да-да-да. Мы с камерами. Как мы хлеб и соль возьмем? Зачем? Как встречать будем. А, давай. Вова! Заходи. Так, мы, короче, входим. У нас надо посмотреть, как встречают. Встречаем в лучших традициях с хлебом с солью. Ой, я дверь сломал. Не починили. А что надо делать? Скажи, а что надо делать? А что надо делать? Соль нюхаем? Нет, знаешь, какой этот, когда на свадьбе кто это, кто больше кусок укусил. Так, ну все. Не-не, все, ребят, мы поехали. Вот то, что мы забыли в Крыму. Привет. Привет. Соезжал на заправку. Посмотрите, как они мне заправили, женщины. Вообще вся солярка разлилась. Как так можно, а? Жаль, что я не видел это там. Эй, банда, как у вас тут? Привет, вовчик. Здорово. Я что хотела показать? Да. Творческую атмосферу Егинь. Егинь, вот не княгине, а Егинь. Да, то есть здесь у нас онлайн обучение, здесь у нас коврик не отходя от кассы. Тут вот штатив есть. Штатив специально для этих целей. Ага. Юга комната. Супер. Смотри, какая картина. Прям, знаешь, такой путь. Абхазия. Рассветление. Это Абхазия. Подвесной мост. Не, ну я сочу, просто похоже. А, я просто не видела. Вид в сад или вид на улице, да? Там вообще. Да? О, еще и балкона у вас. Свет, ну там прикольно, просто здесь ждем этого плиточника. Хоп, хоп, хоп. Слушай, так вообще прикольно, конечно. И вот получается отсюда видим, как он на площадке. Посмотрите, какой вид. Справа. А, вот площадка. А, и футбол там, да? Да, да, да. Мощник. Я, короче, пойду, а ты к соседям пока? Так, ты преподаешь. Вот. Ссылка на инстаграм, да, давай? Да, давай. Вот, в описании, пишите. Вот, и вместе занимаюсь онлайном, да? Вот это же круто, онлайн. Класс. Это вы ничего не покупали, все было, да? Здесь, да, было. А детская покупка. Слушай, ну, конечно, вообще и потолки высоченные. Да. Да? Вот знаешь, некоторые... Вообще огонь. Вот здесь вешу не сухая, а некоторые здесь просто делают третий этаж, типа. А, а зачем? У вас как будто бы этот второй свет, типа. Слушай, я про Серегу тоже сказал, говорит, в таунов, в которых был, они какие-то все маленькие, узенькие. А тут прям широченный, здоровенный. Здесь по 130 квадратов. Так, ну, короче, это второй этаж. Идемте на первый. Сейчас по-первыхому прогуляемся. О-о-о. Короче, пацаны, что все рушат. Кухня, видите? Кухня с видом вот на эту улицу. Видите, тачки стоят, можно посмотреть. А вот он, раз. Выход во двор. Такая терраса получается. И два. Вот так, видите? Он, Серега, шашлык делает. Красота. Вышел я во двор. Тут Серега уже делает, видите, уголь. Скоро будем мясо жарить. Хоть мы и заехали, немножко перекусили, но я думаю, шашлык точно будет не лишней. И что, прикольно в таунах? Я думал, знаете как, есть какой-то регламент. Но вот лично на этих участках регламента нет. У кого что? На этом участке вот так. Ребята, вообще пусто. Одна елка только. Вот, где-то забор. Вот у этих ребят вообще, прикиньте, они вот, у них дом, между домом и вот этой пристройкой. У них бассейн. А вот это вот здание. Там стоит мангальная зона, чисто просто. Построили дополнительный дом, чтобы бухать. Вообще гарно. Тут вот такие заборы ставят. Посмотрите, какую красоту мы, короче, загрузили уже. Вроде как будет еще даже мясо какое-то другое от курицы. Вот. Еще какие-то сосиски, по-моему, и овощи. Короче, такие сосиски у нас. И овощи. А дети вот пока развлекаются футболом. Бросаем овощи и идем кушать. Вот кайф большого пространства, что-то такое дома. И тут же коляска, и тут же стол, и тут же хозяин. Нам все так накрыло. Посмотрите, какая вкуснотища. И все это с прекрасным панорамным остеклением. Кайф. Получится красиво. Сегодня прям закат вообще великолепный. Время к завершению, а значит, дети поиграли, а родители убирают. Так, ну на самом деле дети тоже убирают. Я сейчас вам покажу. Вот так вот. Бегом, бегом, бегом. Хватит перечать, Артем. Родька, все. Робот спать идет. Да, я знаю. Собери лего, потом поиграешь. Да, я 5 минут разрешу. Если вы нормально, быстро все соберете. Так, все, собирайте. Так, ребятки, нам подарили вот такой вот манеж. Он же кровать. Мы его, короче, разложили. Правда, я забыл вам показать. Вот. Но сниму как-нибудь в другой раз. Тебе прожимство за вкусный ужин, обед, сосиски. Ужин по... Артем, прекрати, пожалуйста. Ужин не нужен был такой обед. Давай, отащем. Он вас где-то совсем у нас. Вова, пока! Нещащим! Давай, давай поставлю. Настя, подержи ты, камера. Все, всех посадил. Так, ну что, погнали. Рад был увидеть. Спасибо большое. Лампу-то забрал? Да. Да, по-моему, забрал. Кого забрал? Лампу, лампу, удлинитель. А ты только удлинитель давал ее? Удлинитель лампу. Удлинитель забросил, все забросил. Все, давай, пока. Он мерзнет уже. Пока. Рад был тебя увидеть. Хочешь с той стороны посмотреть? Я буду сидеть, как можно. Как обычно, автокресло оно ставится. Я буду сидеть, как можно. Короче, у нее самое крутое место, я так понял. У кого? Настя, жесть, ей очень неудобно там. Ну, что там тварь не мягкая. Да, да, да. Бесподогрила, блядь. Закрывай, хорошо. Ну, все, почапали? Все, давайте, пока-пока. Смотри, ты можешь здесь не разворачивать. По кругу и туда. Да, да. Все? Просто перешлагбаумным останавливаешься, он откроет. Успехов на канале и в жизни. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, да, да. Все, давайте, я очень рад был повидаться. Все, Серега, давайте. Все, пока. Удачи. Мягкой дороги. Спасибо. Ну, вот и, ребятки, закончилась наша поездка к нашим друзьям. Блин, очень круто. И очень круто ездить, вот так вот знакомиться, приобретать новые знакомства, вот так вот дружить. И вот вопрос, когда задают нам, а как же ваши дети, как же у них там друзья? Друзья, я вам вот так вот могу сказать, что пацанов наших, друзья, вот много по России, вот так вот знакомимся, ездим. Они друг друга помнят и всегда рады увидеться. Ну, а мы с вами прощаемся, увидимся с вами в ближайшие дни в новом выпуске и, возможно, завтра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты в свои социальные сети, конечно, пишите комментарии. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok